Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Сейчас вам расскажу, как работает рынок агентств по трудоустройству в Нью-Йорке и почему этот рынок, по сути, уничтожен. И инструменты, которые, по идее, должны работать в бизнесе, в этом направлении не работают. Итак, что уничтожено и какие есть сложности. У нашей компании есть лицензия на Employment Agency. Официальная лицензия, которая выдана в Нью-Йорке, которую надо продлевать каждый год. В ней есть бонд большой, то есть есть депозит, который в размере 20 тысяч долларов. И он влияет на мою кредитную историю, на меня как персонального поручителя этого бонда. То есть ты так сейчас захочешь просто открыть агентство по трудоустройству, ты не сможешь его открыть. Надо получить лицензию, нужно иметь этот бонд. И это определенные вложения и определенное время для того, чтобы получить эту лицензию. Надо ходить в департамент специальный, который выдает лицензии, где надо сдать отпечатки пальцев. То есть не так все просто. То же самое и по разрешению на заполнение имбирационных форм. То есть когда на визы заполняете документы, в Нью-Йорке это тоже требует определенного регламента и того же бонда. Только там бонд 50 тысяч долларов. Но сейчас не об этом, сейчас все-таки о трудоустройстве. Так вот, получили мы эту лицензию и получили ее уже как бы определенное количество времени назад. А работать толком не можем, потому что и работодатели у нас есть, и соискатели у нас есть. Но денег мы на внутреннем рынке практически не зарабатываем. Объясню почему. Потому что благодаря конторам с Брайтона и Бруклина, с Бруклина и Брайтона в том числе, наверное, будет так правильно сказано, потому что не все эти компании находятся на Брайтоне, но в основном они находятся в Бруклине. Но какая-то часть есть и в Манхэттене, и в Квинсе. Это агентство по трудоустройству, и часть из них, они только называются агентствами по трудоустройству, это не агентство по трудоустройству, это агентство по разводу людей и агентство по изыманию денег. Причем часть из этих компаний, которые называют себя агентствами по трудоустройству и обманывают людей, они даже лицензии не имеют. То есть они говорят, мы агентство по трудоустройству, но они даже не лицензированы. Но есть и лицензированные, которые обманывают. И как это происходило долгие годы и до сих пор происходит? Эти агентства по трудоустройству дают объявления в русских газетах, в русских группах в социальных сетях о том, что требуется няня. Приходит няня и говорит, да, мне нужна работа. Говорит, у нас много предложений, давайте ваш депозит или какую-то сумму за заполнение анкеты, что уже нарушение, потому что за депозит можно брать, но за заполнение анкеты денег брать не имеет право агентство по трудоустройству. Няня дает этот депозит, ну эту сумму денег, да, или за что они там берут, я не знаю, как они эту формировку пишут, но в общем дает сумму денег. Сумма равняется от 100 долларов до 500 долларов, в зависимости от хотелок агентства. И после того, как она отдает эти деньги, работу она не получает, в большинстве случаев. Я говорю о агентствах, которые работают неправильно. Я сейчас не хочу обсуждать агентства, которые работают правильно, но молодцы, хорошо, если вы работаете правильно, честно и помогаете людям. Конечно, есть какие-то агентства, но если вот как бы так руку на сердце положить, то я вот такое название агентства идеального, которое вот работает абсолютно по всем правилам, не знаю. Ну, наверное, оно есть, ну иначе это вообще какой-то нонсенс был бы. Хотя нет, не знаю одно агентство, наше агентство работает по правилам, но мы денег не можем заработать, потому что работаем правильно. Сейчас расскажу дальше. Так вот, после того, как няня заплатила эти деньги, работу она не получает, потом она приходит в агентство и говорит, верните мне мои деньги. Ну и дальше начинаются вот эти бруклинские дела, как я их называю. Ой, да ты знаешь, да деньги у твоей уже там за какую-то ты внесла анкету, да это депозит невозвращаемый, давай мы тебе дадим другую работу. И дают опять какую-то вакансию, которая уже там закрыта, либо просто этой вакансии и в помине не было. И няня это идет опять на собеседование, а ей там отказывают, либо говорят, что у нас давно-давно эта вакансия закрыта. Сейчас я Софию высажу и продолжу, расскажу. Софочка, пока. Пока, по машине. Так вот, продолжаем. То есть, дают вакансии, которые просто мертвые. То есть, они где-то их выписывают просто из той же газеты, из старой вакансии. Эта няня идет и еще раз повторяю, у нее работы нет. Иногда, иногда, конечно, она на работу устраивается. Это, ну, как бы, хорошо, если так происходит. И бывает, что эти агентства все-таки на работу кого-то устраивают. Ну, как бы, из людей, которых я опрашиваю, там, какие-то наши клиенты на эмиграцию. Я стараюсь всегда расспросить истории людей, как ты приехал, как ты устроился, кто тебе нашел работу и так далее. Если не мы делали это, не мы делали адаптацию, то мне интересно, как человек проходил адаптацию. Ну, кто-то устраивается, но большая часть как раз вот просто вносят депозит, а потом просят депозит назад, потому что их на работу не устроили. Агентство не отдают. И вот именно этим, как бы, обманом, что люди боятся платить депозит вперед, рынок убит. Казалось бы, можно сказать так, да, ну, окей, собирайте потом деньги с человека или, там, с работодателя, когда он уже устроился. Вот это особый сложный момент, потому что человек устроился. Ему не хочется отдавать деньги агентству. Большинство людей, которые устраиваются, агентству деньги потом не отдают. Либо отдают с трудом. То есть, вот так, чтобы он устроился и, там, через неделю приехал сам в агентство, сказал, вот, пожалуйста, возьмите ваши, там, 500 долларов или, там, 300, если, там, 200 уже внесли депозит, допустим. Обычно просто берут одну неделю или 500 долларов, ну, в среднем где-то так, от 300 до 500 долларов. Но если, там, депозит внесен, значит, вот, пожалуйста, я, там, устроилась, няня, все хорошо, возьмите ваш остаток денег. Или, там, работодатель перезвонил, сказал, я удержал, давайте, куда вам вышли, выслать чек. Это бывает очень редко. Бывает, бывает, но редко. И делать этот коллекшн, потом собирать деньги, на это тратится очень много времени. Начинаются такие дела, что, ой, я сегодня не могу, я работаю допоздна, вам завести деньги. Я, там, не могу выслать чек, потому что у меня нет чековой книжки. Я не могу сделать, там, квикпей платеж, потому что я не умею пользоваться банком. Ой, работодатель меня задерживает зарплату, хотя я только начала у него работать. Ой, мне надо было отправить деньги, там, маме в Ташкент, потому что она заболела и так далее. То есть, вот эти дела начинаются, как бы, ну, что ты будешь говорить? Я, мы вас будем судить, ну, будешь судиться и за 500 долларов, ну, наверное, если пойти на принцип, можно судить. Ну, опять же, ну, высудил ты эти 500 долларов и что вольтом дальше? Если у человека их просто нет расчетных счетов, нету прав водительских, нет никакой собственности, на что ты наложишь арест? Ни на что. Результат никакой. Поэтому изначально, когда я брал лицензию, я думал, что мы будем брать только предоплату, но будем работать 100% по закону, идеально. То есть, будем, как бы, вип-агентство обслуживать людей на, как бы, высоком уровне. И это, как бы, вот была такая вот, ну, у меня концепция и задача. Но в связи с тем, что рынок убит, и люди просто боятся платить этот депозит, потому что много лет их обманывали. Даже новички, которые приезжают, новички, которые приезжают, они начинают общаться, и им говорят, в агентство не ходи, да депозит не давай, потому что этот депозит с тебя возьмут, а работу тебе не дадут. И люди боятся платить депозит нормальному агентству, в котором в договорах написано, что если вдруг работа не найдена, вам деньги будут возвращены. Ну, бывают какие-то, не знаю, чудеса, да, когда, ну, опять же, в Нью-Йорке это, вот здесь тоже могу сказать, что это бывает сверх редко, чтобы работу, если агентство работает правильно и по закону, и имеет нормальных менеджеров, чтобы работу не найти было, потому что работают работодатели валом. Просто эти агентства, которые вот работают неправильно, они просто не хотят этим заниматься, искать работу. Они берут там какие-то объявления готовые, те же самые, которые человек может сам найти в газетах, дают, искать, да иди, в черт с ним. А чтобы заниматься профессиональным, то звониться с работодателем, обновлять постоянно базу данных, которая устаревает, она сегодня актуальна, а завтра она не актуальна. Вот есть у тебя в базе 100 работодателей. Ну, за две недели они, они же не могут вечно искать себе сотрудников. За две недели эта база уже не актуальна. 90% этих работодателей, может быть, уже нажли сотрудников. Надо заново обзванивать работодателей, обновлять. Это работа, и эта работа должна оплачиваться. А делать ее бесплатно в надежде, что потом честный работодатель или честная няня, которая принесет тебе сама деньги, ну, это слишком высокий риск. Таких честных очень мало. Даже, может быть, она и честная, но она действительно загружена, она уехала куда-нибудь в Нью-Джерси работать, она не может вырваться, потом в следующий месяц пошел и так далее. Ну, в общем, это головная боль. Вот этот коллекшн, это страшная головная боль. Поэтому мы хотели брать только аванс вперед. В договоре прописано, что если вдруг, вот, ну, у вас там какая-то уникальная специальность, и мы не можем найти работу, значит, мы вам возвращаем. Это и в законе написано. Это и в самом законе у кадровых агентств написано. Ну, мы не можем брать этот депазит, потому что люди боятся нам его давать. Даже вот они приходят в офис, допустим, они видят договор, читают, и все равно боятся. Вот так вот уничтожен рынок. Восстанавливать его как-то, не знаю, как это сделать. Ну, вот, подскажите, может, зрители наши как-то подскажут, как же уговаривать людей все-таки, чтобы они платили депазит. Я уже думаю, может быть, там, брать видео уже, видеоотзывы конкретно, чтобы человек рассказал. Я, то есть, только подробно, я увидел объявление кадрового агентства такого-то, такого-то, пришел к ним в офис, сюда-то, туда-то, дальше, встретился с менеджером. Менеджер попросила с меня депозит. Да, я боялся его отдать, но отдал в итоге, потому что в договоре это прописано. Мне объяснили правила, закон Нью-Йорка о кадровых агентствах, о возврате депозита, если меня не трудоустроят. Поэтому я его подписал, не боялся. В итоге работу мне нашли, работаю, доволен, спасибо этому агентству. Не знаю, может, это будет влиять. У меня вот такая мысль пришла. Ну, в общем, вот такая история. Так что лицензия есть, а заработка нет. Ну, что-то, конечно, понятно, приходит, приходят люди, что-то мы зарабатываем. И какие-то люди все-таки соглашаются, мы находим работу, конечно, но это очень мало. То есть это не хватает даже на операционные расходы, на рекламу, на офис, на сотрудников, на налоги и так далее. Поэтому, ну вот, поделился своей проблемой, своей бедой, что происходит. А вот в заполнении миграционных форм, там все нормально. Люди спокойно платят аванс. Не убит рынок. И здесь не возникает никаких проблем. Спасибо за внимание. Если вам нужна работа в Нью-Йорке, все-таки сделаю рекламу. И вы хотите, чтобы мы вам ее нашли, пожалуйста, пишите и звоните. Плюс 1-646-477-05-00. Только сразу пишите в сообщение, это ватсап, какая работа вам нужна. Какую зарплату хотите, возраст ваш, знание английского, какой-то ваш статус, чтобы понимать, что вам предлагать. Спасибо.